Ксения Туркова в рубрике «Сонный филолог». Ксения, привет тебе. Доброе утро. Доброе утро. Ничего, что я в пижаме. Да, ты с кофе в пижаме, как мы обсуждали, потому что утро у Ксении. На что ты обратила внимание с утра? На какие темы? И что происходит вообще в сфере лингвистики и филологии? Вот так ты прямо сразу меня атаковал с 7 утра. Но для меня главной темой, связанной с языком, стало бурное обсуждение сериала «Моя прекрасная няня» в связи с уходом из жизни Анастасии Заворотнюк, актрисы Анастасии Заворотнюк, которая последние 5 лет, я не помню точно сколько, но тяжело болела, все это знают. У нее был рак и, в общем, огромное, конечно, сочувствие ее семье, близким, родным. Это все большая трагедия. Но почему-то вот вместе с воспоминаниями об Анастасии, вернее, не почему-то, это понятно, потому что ее образ привязан к образу няни Вики, вот стали все вспоминать этот сериал. И, естественно, поскольку человек ушел из жизни, вот как-то вроде нельзя ничего плохого сказать, и все начали писать хвалебные такие посты об этом сериале, вспоминать его, какой она светлый образ создавала. Но в то же время в Украине я заметила, почему я решила написать этот пост в Фейсбуке, который вызвал просто какую-то невероятную дискуссию. Я написала его, потому что я увидела, что украинские медиа пишут очень нейтрально. Вот ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк, там не было никаких плохих слов, никто ее не проклинал, я ничего такого не видела. Но они в конце всегда добавляли, что она запомнилась ролью няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», а этот сериал высмеивал украинцев. И когда я увидела несколько уже таких ремарок в конце «Некролога», я так вспомнила немножко этот сериал, который я смотрела, я честно признаюсь. И я решила написать об этом пост. И действительно, я так вспомнила навскидку, уже потом я пересмотрела. Я вспомнила вот эти все, как она шокала, как ее переучивали говорить, и подумала, что это действительно имеет место, вот такая насмешка, именно над украинским языком, над образом украинца. Да еще она из Мариуполя. И тут мы видим, как меняется звучание топонимов. Как мы знаем, что слово «буча» теперь нельзя произнести нейтрально, и даже нельзя его произнести как нарицательное существительное. «Я устроил по этому поводу большую бучу», потому что тянутся за этим очень страшные ассоциации. И точно так же за словом «Мариуполь» теперь тянутся очень страшные ассоциации. Поэтому, когда мы вспоминаем, что няня Вика из Мариуполя, и там приезжают ее родственники из Мариуполя, которые в сериале выставляются какими-то такими недалекими, ничего не умеющими, не знающими, не образованными. Ну, я не буду говорить там грубые слова. Я видела, как комментировали у меня, и говорили, что родственники там, они кем выставляются. Но, в общем, все это приобретает совершенно другое звучание. И развернулась большая дискуссия в комментариях, и очень интересная местами. То есть, помимо того, что люди там друг с другом ссорились, но некоторые были очень интересные тезисы, говорили о том, почему, собственно, вот этот акцент был выбран, почему украинцы. Ну, я не буду сейчас вдаваться в политические какие-то вещи, хотя, конечно, это все тесно связано. Это бывшая колония, да, это младший брат. И понятно, что украинский язык всегда высмеивался. И мы знаем, там все помним эти дурацкие шутки из школы, как слова ходили, списки слов. А что, как что сказать на украинском языке? Это все было неправда. Никаких таких слов не было. Но все верили и вот над этим смеялись. Но почему выбран был украинский акцент именно? Почему «Г» ее там переучивали? Я потом пересмотрела, мне просто жутко стало, как она сидит, ее переучивают. Это гуси-гуси, га-га-га, и она учится это говорить твердое «Г». Во-первых, это какое-то невежество показывает, прошу прощения, создателей сериала, потому что в украинском языке две буквы «Г», и украинцы прекрасно выговаривают вторую букву «Г». Там есть и «Г», и «Г» такая с хвостиком. То есть никакой проблемы нет выговаривать букву «Г». Это просто другой-другой звук есть. Но, в общем, она никак не может выговорить эту букву «Г». Это ужасно просто. И почему выбран украинский язык? Потому что он всегда на протяжении многих лет, не только украинский язык, акцент, подавался как символ такого низкого образования, неграмотности, деревенщины. То есть это непрестижный акцент. Хотя, наверное, в России и нет престижных акцентов, но это другой разговор уже. Ну, может быть, там региональные эти городские диалекты, Москва и Петербург. Петербург считается высокая культура. Но вот региональные акценты, они никогда не считались престижными. Но украинский был самый непрестижный акцент. Если говорить, мы говорим о советском периоде. И так это всё и перекочевало. И годами, если мы посмотрим на российские сериалы, то мы увидим образы вот этих украинцев. Там, доярка из Хацапетовки, приехала в Москву, очаровывать какого-то миллионера. И таких сериалов просто море. И вот этот акцент, он всегда показывался именно как символ необразованности. Тут очень глубокие причины, как раз исторические, политические отношения к языку как к какому-то второсортному, как к какому-то перекрученному, перевёрнутому русскому, какому-то неправильному. И это, конечно, сейчас уже воспринимается совершенно по-другому. Это очень очевидно, когда ты пересматриваешь. Я советую всем пересмотреть. Посмотрите, эти фрагменты везде гуляют, вы найдёте легко. Я вывесила в своём телеграм-канале маленький фрагмент. Пересмотрите, вы сами ужаснётесь тому, что вы увидели. В общем, вот для меня это стало такой главной темой. Интересное действительно очень обсуждение, как адаптировали, это же адаптация американского сериала. Там тоже был акцент. Но акцент был еврейке из Куинса, Нью-Йоркского района. Это не только одно государство, но и один город. Там не было... Вообще ни в одной адаптации в мире не было няни из другого государства. То есть это ещё и показывает отношение к Мариуполю, как к российской провинции. Из провинции приехала. В оригинале вообще ничего подобного не было. Не было никакой насмешки. Не было там, наоборот, няня даже над всеми смеялась. Я не смотрела оригинал. Я говорила с людьми, которые его посмотрели, как раз недавно пересмотрели. Это «Моя прекрасная леди», да? Нет, нет, я не помню, по-моему, она «Няня» так и называлась. «Няня». Нет, «Моя прекрасная леди» — это другой фильм. Это у нас называлась «Моя прекрасная няня». По-моему, американский оригинал просто назывался «Няня». «Ненни», по-моему, так. И там была еврейка из Куинса. Никаких там не было мексиканцев. Кто-то мне написал, что там тоже смеялись мексиканцы, приехали. Ничего такого там нет. Когда вообще создают тот или иной сериал, то или иное литературное произведение, всегда же есть вот этот момент времени. Потому что в тот момент это казалось допустимо, хотя шовинизм никогда не допустим, на мой взгляд. Но тем не менее. А потом вдруг через какое-то количество времени в связи с произошедшими событиями это начинает воспринимать по-другому. Я не хочу говорить в категориях, справедливо ли это или несправедливо, но как ты считаешь, вообще важно учитывать, что это было сделано до тех трагических событий, до войны, до большой войны? То есть сейчас, тогда еще Мариуполь так не воспринимался. Кстати, в Мариуполе снимали, в городе Жданов снимали фильм «Маленькая Вера». И, кстати, в этот дом, где она жила, попала бомба российская. И дома этого больше нет в Мариуполе, где как раз снималась «Маленькая Вера». Маленькая Вера, да. История кинематографическая, да. Мне кажется, ну, с одной стороны, надо учитывать, действительно, потому что война, конечно, все подсветила. И, конечно, как я сказала по-другому, даже просто название. Просто название звучит совершенно по-другому. Оно имеет зловещие ассоциации. Когда мы говорим «Мариуполь», никому смеяться не хочется, конечно. Какое бы ни было отношение к этому сериалу, там самое благожелательное, я думаю, что разумный человек, чувствующий, который следит за тем, что происходит, при слове «Мариуполь» не будет хохотать сейчас. Это то, что изменила война, само отношение к названию. Но вот, как ты говоришь, шовинизм, мне кажется, что… Ну, мне как-то грустно, что мы тогда об этом не думали. И я не задумывалась. Я не скажу, что я там была фанаткой этого сериала, но я его смотрела, ну, посматривала так, не все серии смотрела. Ну, посматривала, мне казалось, забавно, нормально. То есть мне сейчас за это стыдно. Мы как-то поздно начали об этом задумываться, очень поздно. Это настолько было вшито в нашу матрицу, вот в России, я тогда жила в России, и люди даже самые образованные, самые эмпатичные, понимающие все. Все равно они как-то это не понимали, потому что это было вшито. Вот так наши головы были прошиты этим, засорены на многие годы. И только сейчас у многих начинают как-то открываться глаза. Но мне еще помогло, конечно, то, что я жила в Украине, потому что это совершенно другая появляется оптика, именно язык, особенно язык, потому что меня это интересует, и я к этому как-то так присматриваюсь внимательно. И я совершенно по-другому на многие вещи посмотрела. Поэтому какие-то вещи, да, мы можем списывать на время, но никто не знал, что случится с Мариуполем. А какие-то вещи просто грустно, что мы как-то раньше об этом не думали. Я не знаю, намеренно это было. То есть, конечно, намеренно они, наверное, сидели, выбирали, какой бы нам акцент выбрать, над которым все будут смеяться. И выбрали украинский. Понятно, что намеренно. Говорить о том, была ли цель унизить украинцев, я не готова, я не знаю, насколько это было там намеренно или нет. Но, конечно, акцент был выбран намеренно. То есть, это очень видно, когда ты пересматриваешь. Я не знаю, мне было бы интересно вот это обсуждение послушать, когда выбирали именно акцент, каким будет акцент. Сама Анастасия Заворотнюк говорила, что она подслушала этот акцент у какой-то актрисы, позаимствовала. Не помню, откуда она была, но вот она решила ее так как бы попередразнивать. Ей понравился этот акцент, он прижился. Но сам образ-то был придуман не ею. Вот почему в российской адаптации выбрали именно украинку, именно с такими речевыми особенностями? Вот это вот вопрос. Здесь пишут наши зрители, что автор этой адаптации Роднянский, большой патриот Украины, который жил в Москве. Вот Надежда написала, мы с Александром Роднянским не раз общались, еще, я надеюсь, тоже сделаем интервью и поговорим на эту тему, потому что действительно он сегодня очень активно помогает Украине и сразу занял позицию. Постараемся с ним тоже это по возможности обсудить. Но слушай, в России произошло еще одно, как мне кажется. С одной стороны мелочи, с другой стороны знаковое преобразование. Это ГИБДД снова станет ГАИ. Я так понимаю, ты на это тоже обратила внимание. Да, я хотела еще больше говорить про акценты и сказать немножко о таком явлении, как глоттофобия, это дискриминация по языковому признаку. Но мы можем поговорить об этом в другой раз. Давай, давай поговорим. Можем ГАИ отложить. Знаешь, сколько лет было ГИБДД. Я могу в конце пару слов сказать про ГАИ. Я хотела еще добавить. Вот я сказала, что... Задала такой риторический вопрос, да, почему выбрали украинский акцент. И у меня в комментариях там кто-то написал, что, мол, а других акцентов нет в России. Ну, во-первых, в России просто море акцентов региональных. Просто море. Их изучают. Есть атлас региональных акцентов. Вот наберите в гугле «атлас региональных акцентов». Вы увидите большую карту. И там можно кликнуть, и слева вылезет такая табличка. А в этой табличке прямо можно открыть меню, и там будут фонетические особенности. И вы увидите описание, как люди произносят слова в разных регионах. Во-вторых, ну, я работала на телевидении много лет. И я помню, как еще в 2000-е годы на, кстати, передовых каналах НТВ, ТВ6 и ТВС не приветствовались региональные акценты из разных городов. И журналистам просили не озвучивать материалы, если у них сильный региональный акцент. И, ну, как-то мне это казалось, да, несправедливо тогда, но вот такие были реалии. И потом я прочитала уже позже, не в начале 2000-х, а сейчас, что, оказывается, есть такое слово, такое понятие глоттофобия — это дискриминация по языковому признаку. То есть по признаку акцента тебя не могут дискриминировать. Если у тебя региональный акцент, если ты там устраиваешься на телевидении в какой-то стране, и тебя дискриминируют, потому что у тебя есть акцент, но ты прекрасно при этом говоришь, например, то это называется глоттофобией. И интересно, что вообще это понятие во Франции, ну, не то что возникло, я не знаю насчет возникло, но оно так стало популярным, его как-то подхватили, когда журналистка из Тулузы, которая говорила с акцентом, и в Тулузе не парижский акцент, и она задала вопрос лидеру французской партии, непокорная Франция, Жанну Люку Меланшону, а он сказал, вы говорите не весь что, можете задать мне вопрос по-французски, более-менее понятно. И буквально на следующий день был инициирован законопроект, осуждающий дискриминацию по лингвистическому признаку, потому что, в общем, он ее унизил, она говорила просто со своим региональным акцентом, тоже французским. И во многих странах эта дискуссия ведется, и где-то к этому отношение более такое продвинутое, то есть на телевидении, например, стали появляться ведущие с региональными акцентами, где-то нет, где-то до сих пор приветствуется только один центральный, так скажем, акцент. Но постепенно люди начинают осознавать, что акценты могут быть разные, они говорят о происхождении человека, это интересно даже, это хорошо, это его такая визитная карточка. И опять же в России просто огромное количество акцентов, но поскольку в России отношение к малым языкам и к малым народам было всегда примерно такое же, как к украинскому, то, соответственно, и отношение к акцентам, как к чему-то, то есть отношение к людям с акцентом как с региональным говором, как к людям каким-то не очень образованным. И журналисты, вот я к телевидению вернусь, переучивались все, они учились говорить с московским акцентом, потому что они хотели забыть свой какой-нибудь там вятский или владивостокский акцент и научиться говорить как москвичи, что под большим вопросом, а надо ли это делать, особенно если человек вещает, например, из региона, и ему надо показать, что он из региона, что он носитель вот этого акцента. В общем, это все сейчас пересматривается, но не в России, конечно. Мне кажется, в России это так на таком уровне и осталось. Но я к чему, что если вы интересуетесь, какие есть в России акценты, то найдите, есть атлас, очень много материала на эту тему. А теперь что, а ГИБДД немножко? Нет, я у тебя хотел спросить. Мой родной язык русский, но я родился и вырос в Риге. У меня есть акцент. Ты чувствуешь, что мой русский язык отличается от московского, питерского? Нет, ты знаешь, как правило, в бывших советских странах мало у кого есть акцент, но если это не связано с каким-то другим языком, в котором совсем другое произношение. Например, в Украине понятно, что там есть другие звуки, поэтому там есть ярко выраженный акцент, если украинец говорит по-русски, его можно узнать. Очень во многих странах русский язык такой, что узнать невозможно, что человек из той или иной страны, но можно узнать по словам, не по акценту, а по словам, которые он употребляет. Например, если со мной говорит украинец, ну и, например, у него нет акцента, он говорит по-русски без акцента, но вдруг я слышу, что этот человек говорит там, мне было так страшно, что у меня руки трусились, то я сразу понимаю, что он из Украины. И мне это очень нравится. То есть у меня никогда, никогда у меня в голове даже ни разу не проскользнула мысль, что что-то какой-то неграмотный, по-русски говорит, какое-то слово сказал. Но я жила в Украине, то есть я прекрасно знаю эти варианты украинского русского. Так что мне кажется, что в каждой стране есть свой, немножко свой русский. Это отдельная дискуссия, она тоже в Украине много лет велась. А нужно ли как-то закрепить, утвердить вот украинский вариант русского, поскольку там есть другие слова и формы какие-то употребляются другие, чтобы показать, что русский не принадлежит России, не принадлежит Путину. И точно так же в других странах, я уверена, что в Латвии тоже есть какие-то словечки, по которым можно узнать русскоязычных жителей Латвии. Правильно? Ну вот, например, слово «рабарбар» ты знаешь? Да, но это, мне кажется, для балтийских стран. Это не только Латвия, это и Эстония тоже, да? Да, Эстония тоже. И, кстати, знаешь, я честно тебе скажу, я долго думал, что это русское слово. Вот правда, долго думал, что я говорил, ну это же пирожное с рабарбаром. И на меня смотреть чем? Ну, то есть если мы говорим без акцента на русском языке с человеком, не отсюда, и он не понимает. Это ревень. А у нас это рабарбар. И у меня всегда с детства... А, кстати, ударение ревень. Ревень, да. А вот поскольку мы не произносим, я вот сейчас произнес с неправильным ударением, поскольку для нас это рабарбар. И вот есть такие слова, которые действительно сразу можно определять, кто отсюда, кто нет, даже если говоришь без акцента. И шуфлятка. У нас, например, еще слово шуфлятка используется. А, это, кстати, тоже украинское слово. Да. Еще в Польше и в Белоруссии тоже используется шуфлятка. А в России не используется. Да, это ящик выдвижной в комоде, да. Да, это очень интересно. Вот эти региональные особенности очень интересны. И, конечно, нельзя к ним относиться как к какому-то варианту неграмотного русского, как к каким-то чуждым элементам. Это просто другие варианты русского языка. И это очень интересно все изучать. Ну, страсть России к аббревиатурам. ГАИ. Подожди, было ГИБДД, стало ГАИ. Ну, когда-то было ГАИ. Потом стало ГИБДД. Ты на это тоже обратила внимание, как я понимаю. Да, я, во-первых, скажу, что такой страсти к аббревиатурам, как у американцев, я не видела нигде. Я порой даже не понимаю вообще, что они хотят сказать. То есть тут надо сначала выучить все аббревиатуры, а потом разговаривать. А потом их расшифровать. Да, потому что люди так переписываются, очень любят аббревиатуры. Именно на бытовом уровне. Ну, какие-то мы знаем аббревиатуры общеупотребительные, там типа ЛОЛ, да. Но их масса, их просто сотни. И люди с удовольствием их используют. Мне это ужасно не нравится, потому что каждый раз мне надо смотреть, что какая аббревиатура обозначает. И я их не очень люблю. Я не фанат аббревиатур вот в такой частной переписке. Да, это маленькое отступление. Но насчет ГИБДД, конечно, всегда аббревиатура ГИБДД. Я помню, когда переименовали ГАИ в ГИБДД, все смеялись, потому что это очень неудобная аббревиатура. Она как-то странно звучит, как какой-то шкаф громоздкий. Непонятно, как вообще, что с ней делать, как её склонять, не склонять, вот эти согласные. В общем, она звучит не очень, она не очень благозвучна сама по себе. ГАИ, конечно, удобнее. Но тут всё это вписано же в определённый контекст, то есть всё, что происходит в языке, мы не можем рассматривать без, как говорится, экстралингвистических факторов. А большой-большой, огромный экстралингвистический фактор — это такое общее возвращение страны в прошлое, к прошлому. И вот это ещё один элемент. А может быть, потом милиция появится. А зачем полиция? Западное какое-то название, чтобы не ассоциировать больше себя с этой западной жизнью. Ещё, кстати, и в Украине полиция. Поэтому надо как-то от этого дистанцироваться. Кто знает, может быть, следующим шагом будет милиция. Так что всё это вписано вот в этот контекст нынешнего времени, я бы так сказала. Ну, как ты думаешь, НКВД тоже могут вернуть? Это же Народный комиссариат внутренних дел, насколько я помню, так я расшифровывался. Это аббревиатура. А может быть, а возвращаются же мать-героиня, вот Путин вернул статус мать-героиня, вообще всякие советские определения. А сколько нужно трое или больше трёх там мать-героиня в Советском Союзе было? Там, по-моему, десять. Там чуть ли не десять. Именно героиня — это, по-моему, десять. А то есть это тоже возвращается всё в обиход? Да-да-да, это несколько лет назад он вернул этот статус. То есть вот эти наименования, они действительно возвращаются. Поэтому я не удивлюсь, если НКВД вернётся. А на твой взгляд, почему они так... Ну, то есть они же, по сути, ничего не придумывают. Они берут из Советского и это возвращают обратно. ГАИ — это тоже государственная автоинспекция. Это тоже из Советского, там, фильм «Бриллиантовый рука». Помнишь, там, ГАИ как раз тоже. И так далее. Они не придумывают, они не генерируют что-то новое. Они берут из того, что уже было. Ну, это то, что называют историческим фреймингом. Это когда у людей формируют ассоциацию с тем, что советский период был очень хорошим. И, соответственно, вот в эту рамку, заданную о том, что советский период очень хороший, и с ним ассоциируются достижения, стабильность, там, я не знаю, радостная какая-то жизнь, колбаса по 2,20 и так далее. И вот в эту рамку помещается и всё остальное. Что-что? Ну, одна на всех колбаса, там выбор-то не очень большой. Да, одна сосиска и 10 вилок. Да, и помещается в эту рамку всё остальное. Зачем выдумывать аббревиатуру, которая, может быть, не приживётся, когда есть уже известная аббревиатура, и когда её берут, да, или там звание, титул, какое-то название, наименование, когда его представляют людям, у людей возникает ассоциация, ага, ну, у людей старшего поколения, да, но у младшего тоже возникает просто по-другому, это устроено, им говорят, что возвращается что-то, да, старое, и они думают, о, класс, мы слышали много хорошего об этом, вот возвращается вот это название, вот этот титул, то есть за ним тянутся вот эти позитивные коннотации, и так формируется вот этот исторический фрейминг, он очень интересно устроен, и его сейчас Россия очень активно использует. Ну что ж, будет что обсудить в рубрике «Сонный филолог» Ксения Туркова, возвращается в наш эфир, о чём мы очень рады, так что до встречи. А я пойду на фермерский рынок за Робарбаром. Сейчас? Да, у нас по выходным работает. Да-да, так что, ну, в общем, передаваем. Фермерский, подожди, а ферма и в России, у меня просто сейчас мысли... Он так здесь называется, фермерский рынок. Да, а в России фермы прижились или как отель? Да? Наверное, нет, может быть, сейчас, я не знаю, я давно не живу в России, мне сложно сказать. Ну, там фазенды одно время были популярны для сериалов. Это вообще можно посвятить отдельную передачу «Дискурсу дачи». Там очень много, я делала на эту тему небольшой материал. Ну, в общем, будет что обсудить. Спасибо тебе, и тогда удачно тебе сходить на рынок фермерский за Робарбаром. И встретимся в следующее воскресенье. Пока, счастливо. Ксения Туркова была с нами на прямой связи, обязательно подпишитесь на телеграм-канал и на ютуб-канал Ксении. Ну, а мы сразу поставим...